снимаешь нас просили кстати заменять его нецензурные вот эти вот слова которые мы с тобой поэтому твоя видеокарта не неудачная она 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 плохая теперь ну сударь вас очень плохой макбук теперь я не знаю сколько он стоит за 4500 у вас макбук и он очень плохой потому что вот эта видеокарта выигрывает все вот вот эти ваши вот эти вот штуки я тебе не понимаю как ты можешь на них сидеть вообще это обидно у тебя обидно серьезно это как будто ты купил джинни они выпустили новый и сказать что предыдущие да да бета-версии как бы этого жили только дурочки короче кто не понимает макбук в конфигураторе добавили apple в конфигураторе добавили новую вариацию макбук про 16 дюймов снова видеокарты все то же самое но теперь не 55 до 0 а 56 до 0 м и все бы как бы неплохо но я уже говорил когда-то когда делал первый взгляд этого ноутбука что здесь apple конкретно не правы вот тупо не прав да потому что у пк бояр 57 2 0 уже есть как год вот у них уже эта видеокарта никому не нужна даже по скидкам продается а тут о пользователи мак получили 56 до 0 так через годик и до 57 до 0 доберетесь я до забиваю обновлять макбуки просто этот вышел я хотел много было причин почему я его хотел обновить но сейчас я прямо всем советуем брать базовую версию я как и говорил она офигенная и смысла в топовой лично для меня никакого не было и тогда но я взял потому что думаю ну ладно этот надолго буду ходить тупо с топом какие мне претензии были во время обзора дело в том что в отличие от айфонов некоторых других устройств apple никто не знает когда apple втихую выкатит какое-то обновление макбука а макбуки стоят до хрена ну к примеру вот этот мне обошелся в 4100 долларов на сайте apple где его заказал потом его привезли сюда и это много и соответственно ну якобы тратя такие деньги даю себе отчет да я покупаю вот такой ноутбук он мне там надолго но когда чак пожалуйста пишу здесь написано какого хрена помогите спасите так вот проблема то в том что то чувак я буду пожалуйста но я очень смешно но сейчас хотела на политические обсуждения давай про видеокарту что ты думаешь о кличку ладно давай про видеокарту я покупал его в топовой версии ну реально как и многие я думаю кто хочет взять что-то топовое и может я один такой с психологическими проблемами но ты просто хочешь какое-то время знать что у тебя на данный момент топовое устройство вот я за это готов платить хрен знает что у меня в голове происходит серьезно я не говорю что так надо всем делать но по крайней мере какое-то уважение должно быть к тем кто покупать твое самое дорогое мобильное там компьютерное решение ну типа блин через полгода ровили раньше полгода ровно прошло они выкатывают новую видеокарту ну или вы скажите что она потом появится не появится типа я бы подождал серьезно вот сейчас бы я подождал и взял бы снова видеокарты нахрен она мне нужна я не знаю и это нахрен мне нужна но теперь по сути apple потеряли лояльного клиента вот на данный момент я могу сказать что все точка невозврата пройдено это не значит что я не буду покупать ноутбук apple я буду потому что я завязан на эту экосистему но в следующий раз я тупо куплю то что мне надо то есть их ну наверно это правильные люди думают вот этот дурачок чё ты вот это рассказывать так надо было сразу так брать но просто в случае в глазах компании apple мне кажется ну это типа было бы правильно мне кажется вот таких лояльных клиентов поддерживать как-то и там ну год не обновлять хрен знает если нет каких-то багов но нет они вберут в тихую там обновляют железо теперь давайте еще процессоры обновить и еще здесь же не десятого поколения надо еще телефон это все там экран можно сделать ярче и и как бы люди которые чисто прагматично мыслить они скажут слушай ну ты заплатил деньги за вот эту машину и она ровно такая какой ты ее покупал ну то есть она же не хуже она не стала хуже от того что вот вышла новая модель просто появилась более новая и в этом то и проблема я купил топовый джимни я вкинул в него дохрена денег и если завтра сузуки выкатят к примеру джимни у которого будет другой двигатель но я хотел бы с дизельным двигателем нет это отстой вы выкатят с дизельным двигателем я реально буду страдать ну типа значит вы должны были какой-то road map показать ну понятно что никто как бы никому ничего не должен но это лояльность аудитории и вот в данном случае мне это не туши расстроена или еще на самом деле пофиг ну просто неприятный момент компания пошла по стопам компании sony и ван пласт который каждые полгода не зуская ну там дело сделала там про смартфоны мы говорим здесь все-таки про железо но это странно да действительно потому что ну как бы железу полгода всего лишь и мы в ноутбуках не привыкли что каждые полгода что-то обновляет и выкатывают обновленную модель но немножко неприятно хотя не так неприятно как было когда они типа выпустили одно а там через несколько месяцев обновленную версию с клавиатурой выпустили так когда хардвер обновляют который невзаимозаменяемый типа и у тебя клавиатура залипает топовый макбук с залипшей клавиатурой а тут пускай а там вот тут клавиатурку пофиксили бываешь это не так обидно как наверное обидно пользователям android потому что они у них в твиттере да нет чего чего но они не могут теперь слушать аудиосообщение и проматывать свою ленту даже не знают мы сколько десять лет просим дайте пожалуйста изменять твиты потому что иногда печатаешься и тебя за это как бы обижают в интернетах нет мы выкатим аудиосообщение еще ответом на платформу айос это та тема которую обсуждают только в интернетах очень узкий круг людей редактирование твиттера я понимаю почему нельзя редактировать почему потому что условно смотри популярный человек пишет какой-то твит его лайкает репостит а потом этот человек переписывает либо изменяет твит но он все равно остается в репостах суть меняется вот и понимаешь то есть ну просто люди некоторые не поймают и вот они сейчас начнут троллить твиттер твиттер ну я уверен что это возможность она сама по себе очень легко реализуема взять и добавить редактирование это намного легче мне кажется чем те же аудиосообщение добавить но просто твиттером очень многие и политические деятели просто известные медийные личности пользуются как сми и очень часто вы можете видеть особенно в западных новостях каких-то прям телевизионных когда комментарии че да что там трамп всю свою деятельность ведет в твиттере помогло изменение твитов иногда чего так вот ну типа берут его скриншот твита и публикуют заявление такое-то от такого-то и ну я я бы был против если вы спросили меня сейчас добавлять редактирование или не добавлять потому что для меня важнее чтобы было достоверность информации пусть она лучше будет так если вам не нравится ну типа есть куча других социальных сетей это дело спорно но опять же мне кажется что спорят только вот в интернете такие как мы с тобой а аудиосообщение это новая функция которую они вот только-только добавили по моему даже слухов про нее особо не было они просто взяли и выкатили эту возможность и я могу сказать что они ее чуть-чуть всрали почему потому что был была такая идея я не помню где но даже в украине когда-то был стартап на заре становления кедра он к сожалению загнулся но когда стартап загибается это не значит что на приори плохой это значит что возможно он запущен не в нужном временном отрез потому что был очень классный стартап но это из-за того что тогда и твиттер был не особо популярный вообще все социальные сети там кроме вконтакте фейсбуков вот тех еще мастодонтов только начинали развиваться как instagram вот это ну более мобильные высказал сети она не взлетела а идея была хорошая было аудио твиттера грубо говоря где ты записал сообщение она в ленту публиковалась тогда загнулась потому что только лента аудио она как бы действительно даже сейчас наверное выглядела быстрём с трудом представлять человека который прям идет надиктовывает какой на улице оно там играет а кто-то идет слушает там если без наушников ну но это в наушниках может слушать но типа намного меньше сфер применения потому что читать твит ты можешь и в наушниках и без писать ты можешь где угодно ты ни в чё пространство не влазишь но в данном случае твиттер как бы сделали отчасти правильное действие вне зависимости от того что там люди сразу начали ныть и у нас на сайте в комментариях пишут что мол это отстой надеюсь оно не полетит у них никуда это не так ну мое мнение что оно имеет право на жизнь потому что твиттер живая социальная сеть большой аудиторией и если это правильно реализовать то вы никому не доставляете по сути неудобств в инстаграме он stories появились тоже сначала люди ныли а сейчас stories смотреть больше ютюба но понимаешь теперь в тупизне людей будет сложнее уличить потому что раньше ты скриншот сделал и поржал на тем какой человек необразованная теперь тебе нужно перезаписать его аудиосообщение да и вообще на twitter это такая штука где ты приходишь и почитать короткие сейчас можно сделать максимально содержательно собрана какая-то мысль потому что ограниченное число символов и человеку нужно продумать над каждое свое слово а вот в этих аудиосообщения там либо какой-то поток создания либо кто-то кого-то засырает ну типа не да но во первых никто не отнимает часть текста ван остается самое важное но во вторых ты сам выбираешь кого полагать да может и найдешь какие-то прикольные мини подкастики которые будешь слушать мне не нравится реализация мне кажется они должны были сделать что-то из серии stories сверху чтобы это было еще как но это должна быть отдельная лента и если человек записывает аудио она появляется в этой ленте там в хронологическом порядке или каком-то другом как это уже человек выбирает чтобы выводилась и слушатель ну пользователь обычный он может читать ленту твитов а может нажать на кнопочку play и слушать все вот эти сообщения один за другим как радиостанцию и соответственно ты при уедешь в машине сюда и ты не можешь читать twitter ты за рулем а так ты нажал кнопочку и слушаешь кто что рассказывает не нравится там мотнул например у меня машине там если следующий и переключился на следующий какое-то сообщение чтобы она фоне игралась одно за другим вот я кстати сейчас проверю на андроиде так не работает я забыл проверить работает ли на аэси возможности проигрывать в фоне то есть вот играют да то есть играет и причем и плеер выводится то есть на я сейчас реализовано хорошо на андроиде вообще никак не реализовано пока что ты можешь записать ты можешь проигрывать этот это сообщение кстати удалю потому что я сейчас там не сильно правильно не разобрался удалить но я удалил а она продолжает один раз попала в интернет и она играется в фоне но она не играется ленты то есть заканчивается одно сообщение и не переходит на какое-то другое в твоей ленте вот это жалко может они потом допилят еще но мне кажется что это прямо на поверхности лежит для чего это надо потому что просто так голосовое записывать сообщение ну действительно мне тяжело понять зачем но просто не как stories не могли разместить сверху потому что сверху в твиттере по крайней мере в андроид клиенте размещаются прямые трансляции если кто-то ведет там в таких же кружках у тебя уведомления о прямых трансляциях я медиа которые ты подписываешь прямая трансляция я ни разу на это не нажимал но у меня сверху вот такими ручками показывается кто в прямой трансляции 1 2 3 можно делать прямой трансляции не знаю и не хочу даже разбираться в этом слишком много приз мне кажется а уже на в перископе перископе она может но она типа да и твитит то что кто-то ведет трансляцию я чтобы затестить эту функциональность даже установил официальный клиент так он офигенный чувак я не понимаю вот всегда все блогеры еще до того момента как попал в эту движуху все-таки а стоковый клиент я всю жизнь им пользовался нормально не так если ты привык это хорошо я недавно я уже рассказывал делал эксперимент я перешел недели на две на стоковый клиент но не смог им пользоваться потому что оно то и дело тебе начинают опять и ленту не в том порядке как надо постоянно отключать реклама ну ладно ничего против рекламы не имею но я бы заплатил лучше твиттеру чтобы не видеть рекламу нету такого богача дальше уведомления очень неудобно считать потому что тебе надо переключаться на эти уведомления понимаешь постоянно то есть в твитботе ты все свайпом сделал а здесь что ты свайпом делаешь ничего вот в смысле на бок переходишь и смотришь ну ты не переключаешься на следующую страницу и при этом при этом действия никакого нет то есть ты вот с правой страницы листаешь с правой грани влево это не вызывает никакого действия но при этом ты не можешь переключиться у меня кнопка как бы я живу еще в той эре когда свайпов не было поэтому это не проблема максимальное ограничение по времени этого аудиосообщения составляет две минуты 20 секунд и думая за 2 минуты 20 секунд можно наговорить такого о чем можно даже и пошли но в штука довольно таки спорно напишите в комнатах что вы думаете по поводу аудиосообщения будущем являйте некоторые типа начинали записывать аудиосообщение их не слушал разумеется некоторые писали текстовые сообщения что если вы запишите аудиосообщение я вас забаню нафиг черный список добавлю. Ну, твиттерские люди, знаешь, они такие очень ранимые. И немножечко пройдемся по играм. Давайте. Вставочка. Первое. Это Last of Us 2. Все. Ожидание закончилось. Уже можно купить эту игру, поставить на загрузочку и играть, наслаждаться. Мы, в свою очередь, начали очень сильно, надеюсь на это, начали стримить еще в пятницу и продолжаем стримить по сегодняшний день и продолжаем стримить еще вперед до самого победного конца. Ромка решил устроить стрим-марафон, чтобы пройти The Last of Us 2. Настолько ожидаемую игру, настолько расхайпленную игру. Всем в основном в интернете эта игра понравилась, но я же такой человек, который не совсем согласен как бы со всеми вот этими вот мнениями, пока сам не поиграю, точно на это не отвечу. Поэтому будем стримить, будем проходить вместе с вами. Из других менее радостных новостей это то, что Cyberpunk 2077 перенесли. Она должна была выйти 17 сентября, но ребята ее перенесли на ноябрь ориентировочно, это будет 19 число и объяснили этот перенос тем, что они хотят выпустить просто идеально допиленную игру, без всяческих багов, без каких-либо, не знаю, чтобы не было вот этот day patch, patch day one, patch day two, и каждый день у тебя какие-то патчи, которые исправляют кривизну разработчиков. Тут же они должны все сделать просто идеально, чтобы ты эту игру установил и играл. И никаких обновлений, никаких вот этих вот исправлений. У тебя все должно работать хорошо. И ребятам из CD Projekt Red я действительно верю, я на них зло не держу, потому что когда некоторые компании переносят анон своих игр, в основном это связано с тем, что переносится, 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 а потом все равно выходит какой-то сырой продукт, из которого вырезали половину контента и какое-то говно. Но CD Projekt Red делают шикарные игры, поэтому пусть ребята работают, сделают все просто топово, и мы получим удовольствие. Так что по поводу этого переноса я совершенно не горю. И еще из приятных таких штук, можно в Гоге забрать Ведьмак 3. Правда, если у вас уже есть Ведьмак 3 на каком-то из ваших устройств. Подходит как Steam Библиотека, так Epic Games Store Библиотека, так и если у вас эта игра куплена на PlayStation 4, либо Xbox. А не до Switch? Нет. Нет. Нет, ну чувак, ну Nintendo Switch у нормальных людей нет. Ты что, сейчас на Nintendo Switch пользоваться, это бред? Но, что есть у нормальных людей? Нет, подожди, ну я же не так... Ну подожди! Фишка, что, многие медиа написали, что бесплатно можно забрать Ведьмака, а это не так. У вас должен быть куплен Ведьмак, это раз. Во-вторых, что вообще такое GOG? GOG сейчас выпустили GOG 2.0, это, знаете, такой универсальный лаунчер, связанный с магазином, куда ты заходишь всеми своими учетками, которые у тебя есть, и у тебя в одном лаунчере собирается вся твоя библиотека игр. Это довольно-таки удобно. Что нужно делать, чтобы получить этого Ведьмака? Залогиниться в GOG, скачать это приложение, залогиниться своей учеткой там, где у вас есть Ведьмак, и вы получите бесплатную версию Ведьмака на свой компьютер. И самое главное, что в зависимости от того, какая версия Ведьмака у вас, например, куплена на PlayStation, либо Xbox, именно такую версию вы получите на КОП. То есть, если у вас базовая была, получите базовую. Если расширенную со всеми дополнениями, получите расширенную. И как по мне, это довольно-таки приятное дополнение для тех, кто когда-то купил себе там на консоль, и теперь может получить еще на ПК. Для ПК-бояр особо я не понимаю резона, как бы, если у вас уже есть эта игра, получайте ее еще раз. Короче, Ромчик. Да. К нам пришли танки. Неожиданно. Вот эти все выпуски, которые мы делали до этого, интеграшки, это было, знаете, такое тук-тук-тук, тук-тук-тук. А танки всегда выходили и такое тебя никто не звал. Я вас не звал. Идите. Я вас не звал. Но потом, видно, пришел какой-то человек, который... Это же Сашка с кедром. Мы не в его дверь стучали. И он не видел всех этих активностей. Но он увидел, как мы тестируем производительность смартфонов, используя танки. Он говорит, ребятки, а вы не хотите там рассказать, у нас день рождения, 6 лет. И вот, ну, как бы я вижу, что вы играете. И я говорю, вы что на приколе? Мы же вот не просто играем. Я там и во влоге вставочки делал, такие шуточки прибауточки. Пацаны меня ненавидят за это. А я как бы... Ну, я реально играю в танки. Если что, вот это вот сейчас как бы реклама. Но я реально играю в танки. И доказательство этого... Этому хотя бы то, что у меня уже есть. ИС-7, ИС-4, Т110Е5, мой любимый танк. Что у меня еще из десяток есть? Т62А, Объект 140. Уже 5 десяток я насчитал. А сколько всего ты задонатил в танки? Неинтересно просто. Ты считал хоть раз? Ты решишь пропустить этот момент? Потому что Аня тоже смотрит влог. Вообще можно посчитать, сколько я задонатил. Я ставлю. Я даже подсчитаю. Ты хочешь спать сегодня в джимне, да? Аня все-таки увидит. Вот серьезно. Я думаю, что я задонатил долларов 150. все время. Это много? Нет. Нет. Ну серьезно, я играю в эту игру 5 лет. Это много? Нет, вот им это. Ну серьезно, это много за 5 лет? У меня же знакомые по зарплате высаживают в месяц. Я, нет, так я же не то, что там зависит. Я очень редко что-то покупаю, но типа самые большие траты были танк за 25 долларов у меня был один. И было еще 2 по 20 долларов. Все. Остальное все, это было типа премиумы, там доллары. А вообще премиум я уже давно не покупаю, потому что я их зарабатываю. Так вот, я сегодня хотел бы вам рассказать про обновление 7.0, которое вот только-только вышло. Я про него уже вкратце рассказывал, но теперь мы посмотрим, как оно реально выглядит в жизни. Я для этого даже возьму танчик, один из топов, Т110Е5. Один из моих любимых танков. Выставлю графику на максимум, но она у меня уже выставлена. Просто поверьте, я, кстати, могу показать, как оно теперь выглядит в настройках. Мы заходим, у нас есть графика. Все на максимум. Есть анти... анизотропная фильтрация текстур. Ха! 16 кадров в секунду, да? 16... 16 кадров в секунду. Да, да. А ты скажи, ты в английском никогда не путал типа 16 и 60? Нет. А вот я путал. И сейчас я начал путать 60 и 16. Так вот, 60 кадров в секунду, да, 120 нельзя поставить. И вот здесь есть еще отображение реальной, растительности. Высокое почему-то недоступно, но я так понимаю, что раньше то, что было высокое, теперь это среднее. Может быть, потом добавят. Отображение теней высокое, этого раньше не было. Тени как бы были, но теперь они прям активные. Если от здания падает тень, то она будет и на танке отображаться. Есть следы гусениц, их можно включить-выключить, текстуры HD, есть следы попаданий по танкам, их тоже можно включить. И вот это то, чего я ждал прям больше всего, потому что наконец-то... Еще есть, кстати, откат орудия, мы это увидим, когда меня убьют, а меня убьют раньше, чем всех. Я покажу вам, как у всех остальных это выглядит. Но для меня самое важное это следы попадания от орудий. Давай пойдем в бой. Потому что теперь ты можешь видеть, где осколочные фугасные, где подкалиберные, где бронебойные, какой калибр, потому что они все разные. И все эти следы остаются до конца боя, что круто. То есть не так по тебе попали там 20 раз, и уже там 21 начинает удаляться сначала. Пацаны тестировали, стримеры, и там тупо до хрена они прям расстреливали танк в решето, и прям совсем какой-то... Я не знаю, почему так, но уже 25 секунд я в бой не могу попасть. Но это только потому, что я очень скилловый игрок, и мне пытаются найти подходящих по уровню. Такие же скиллы, да. Но вообще сейчас я просто смотрю, онлайн огромный, поэтому действительно, чтобы рандом создать, нормальный, это тяжело. Пятница, утро, как бы что еще делать? Конечно, работать в танках. А ну-ка. Итак, вот мой замечательный танчик. Сейчас посмотрим графику. Друзья, я, если честно, шучу, я рачино страшный. Но, тем не менее, постараюсь вам показать. Вот смотри, я сейчас мимо столбика проеду, если его никакая паскуда не снесет. То смотри, столбик прямо по танку пройдет сейчас в тени. Видишь, видишь, видишь? Мои глаза, пикабоярина. Это тебе не ретрейсинг, вот это вот смитрейсинг, это танк. И это тень от столба. А вот это тень. Смотри, а еще объекты разрушаются в направлении, в котором ты едешь. Ты вот, стыд, то есть оно прям разрушается туда. Это красиво. Давай, настрельем. Сейчас попадем, я просто хочу выиграть этот бой, понимаешь? А ты сможешь заехать наверх? Да, но не этим танком. Слушай, не пробитие. Я могу посмотреть, куда по мне попали вне... Куда рикошет попал? Куда? Так, ладно, потом посмотрим, потому что сейчас меня изнигилируют. Смотри, следы за танками остаются, видишь? Тоже раньше этого не было. Я в Твиттере, кстати, тоже сегодня видел, как следы за танками остаются, можно будет ставить это. Чувак, это, конечно, жесть. Я, ну, ничего... Я не эксперт, но... По асфальту ездить на танке такой себе. Я его не успел убить. Ну, уже у него там больше, чем у тебя, чувак. Тортоису помогу. Тут же понятно, что у него лучше, чем у тебя там. Мне кажется, что мы сейчас очень ракуем, и те люди, которые будут смотреть, они будут думать, что, блин, происходит. Простите, пожалуйста, друзья, я признаю, что я рачина, но вот Е-75 мы сейчас совместно разберем. Я понял, что он уже вылез и подумал, тону нафиг. Видел эту хрен типа отец-то ну нафиг? Так, блин, я не пробил его. Это был офигенный фильм комедийный. Давай, ну, стреляй, елки, ну, давай. Я попаду хоть раз. куда, ну, почему ты... Я не пробил его, капец! Чувак, это жесть. Давай, доллар в доллар, ну, хреначево, куда-нибудь, пожалуйста, ударь. Чувак, ты гонишь? Ох, Сашка. Слушай, ну, реально, я очень плохо играю. Я не знаю, как я до 10 уровня дожил, но я его убил. И этот бой, я думаю, мы выиграем, но мы должны. Если мы его проиграем... Давай, вот этого точно должен убить. Ну, ну, хоть разок, попади в кого. Рикошет. Я прям видел, как... Ты видел, что пуля улетела? И это видно, что пуля улетела вот туда. Это, кстати, прикольно тоже, что графически она не просто... Справа, мразь какая-то вылезет сейчас. Там еще Е-75 есть. Я не понимаю, что такое Е-75. Посмотри, он сейчас ракетой меня зарядит. Да заряди его ракетой, елки-палки. Давай, через забор. Блин, скипой меня пробили. Ох, чувак. Ярик, бачок потик. Ховайся. А чувак, он на какой-то, блин, на джимни ездит по этому полю. Задари его. Ты что, гонишь? Ну, ты не успевать за этим маленьким танком. Ты сейчас проиграешь, чувак. Аааа, посмотри, ты елки-палки. Аааа. Мне стыдно, чувак, ну как ты так... Теперь мы посмотрим на других танках, как происходит пробитие-непробитие. Теперь смотри, вот этот танк, его в башню, видишь, подсилилый один раз. Вот сюда пробили один раз. И это всё остаётся до конца боя. А, у нас осталось два танка, я понял, мы проигрались, человек, к сожалению. Шувак, ты не отмоешься от этого позора. Это попадёт в интернет как? Ну как, ну ты видишь, как он тебя вокруг, а ты за ним, этой башней? Да потому что не успевает, у него... Да ударь башней по нему. Вот так вот, на тебя, блин, не рыпайся. Так работает. Да. Блин, ну почему, мы тупо проиграли. Бабаха сейчас должна разрядить по кому-то. Чё она стоит? Ну какого хрена он стоит? Ну он спрятался, чувак, он увидел, что как бы всё, жопа ему. Ну вот смотри, этого пробили вот сюда, и сейчас будет как бы нам это самое, к сожалению. Да не, он может тащить ещё, там да, ОХП, смотри, ещё что произошло, это... Да. Ваш пет. Водичка стала больше, более реалистичной, но и самое главное, это то, что запустился новый ивент, ивент, где вы можете бесплатный танк получить, надо только играть, грубо говоря, выполнять боевые задания. Но, в общем-то, всё круто, меня эти изменения радуют, я надеюсь, что вы тоже рады за нас, что моя любимая игра теперь заказала у нас вот такое проявление, чтобы я вам рассказал про обновление, а меня это вдвойне радует, потому что я и играю, сам пользуюсь, и с вами делюсь. Игровой видеоблог. Идём дальше. Какой-то игровой видеоблог получился. Также об играх и Google Stadia. Теперь набор для игроков Google Stadia это контроллер и этот Chromecast Ultra. Можно купить на 300 долларов дешевле, если раньше это стоило 120 долларов, то теперь ты за 90 долларов можешь купить. И это вроде бы выгодное приложение, но раньше тебе за 120 долларов предлагали ещё 3 месяца подписки на вот эту Stadia Pro, чтобы в 4к-то стримил и получал настоящее удовольствие. С этим набором такой подписки в подарок не идёт. Поэтому экономия никакой не происходит. Да и вообще зачем покупать в данном случае стадию, если мы все прекрасно понимаем, что как-то оно всё работает очень из рук вон плохо. Из вон рук плохо. Спаси меня. Я запутался. Вы просто космос. Всё. Я спасён. И, честно говоря, вот эта стадия обрела некоторую популярность лишь у тех, знаете, таких не особо увлечённых геймеров, которые иногда хотят поиграть на своём хромбуке либо на чём-то таком портативном, на телевизоре, в что-то очень простенькое. Но если вы хоть сколько более-менее серьёзный геймер, то вы выбираете консоль. Потому что проблема стадии остаётся... Самая главная проблема стадии как была, так и остаётся. Это то, что вам нужно покупать игры эксклюзивно для этой платформы. И больше вы нигде эти игры не можете использовать. Если у вас здоровенная библиотека Steam, Google плевать. Купите эту здоровенную библиотеку в Google стадии, если вы хотите играть. Мы превращаемся в игровой подкаст, который не смог, потому что, как видите, я не очень смог, но тем не менее. Ты видел, сколько Xbox стоит? Да. А как ты относишься к тому, что у Риномэн появился в Fortnite? Я к Fortnite никак не отношусь. А к Уриномэну? Ну, этот рыбий такой. Ты не смотрел? Я тоже не смотрел, потому что на самом деле фильм говно вот такие. Хранит. А, нет, я смотрел. Ты смотрел вот с этим вот туда. А что нет? И поплыл куда-то там. Ну, не знаю, это такое отстойное телега. Нет, слушай, я так понял, что, наверное, я неадекватен по части супергероя, потому что я не помню ни одного супер... Ну, типа, я не сказать, что фанат. Какой твой любимый супергерой? Давай так, чтобы понять, насколько ты любимый. Вот кто у тебя любимый? Слушай, ну, это сложный вопрос. Вот смотри. Вот какая суперспособность? Либо вот какой супергерой тебе больше всего понравился? Ну, мне... Какая-то сольный фильм тебе понравился? Либо когда они вместе там что-то творили? Либо тебе нравится... Давай я тебя назову, ну, без шуток, просто я не знаю, мне понравился фильм Джокер. Мне нравится... Бэтмен против Супермена мне понравился фильм. Хотя я знаю, что многие его щемили. Мне понравился там, где драчки были. Бриллиантовая рука. Там тоже три супергероя хорошие. И вот и шлем бесконечности нашли. Человек, даже последняя вот эта вот тема, которую все щимят, финал всего, где камушки... Местительный финал, да. Ты тоже понравился, но для меня это кино нарасслабится. То есть я его не смотрю как художественную, очень серьезную картину, там, как тот же Форест Гамм, к примеру. Или как Джентльмен, или еще как что-то. К фильму ты, бывает, подходишь серьезно, а бывает подходишь, типа, знаете, с пачкой попкорна просто. То есть ты именно вот... Это самое такое рядовое кино, чтобы посидеть, выпить колы, джанк какой-то, фуд, и вообще отключить мозг, просто сидеть, и эффект, и ты такой наслаждаешься всем, что вокруг тебя летает. Вот эта вот фигня происходит. Я так к этому отношусь, и поэтому мне нравятся все эти фильмы, даже про этого акшен-аквамена. Курина Мэна. Да, все правильно. Но какой-то самый любимый герой мне было интересно узнать. Блин, хрен знает. Мне нравится. Капитан Америка. Чем? Актер красивый. Видите, ты должен флаг цветной наложить на этот момент. Мистер Роджерс, чуть не забыл, тот костюм не красил ваш зад. За этой, правда, что надо? А, точно, кстати. Кстати, у меня вчера Оскар... Ходил со счетом Капитана Америки приложенном к жопе. Я не знаю, как так у нас получилось. Ну, ладно. Все в мире связанное. Эфир-балочки существуют. Так, дальше. Ну, я просто сказал, я тебя сейчас по заднице надаю, чтобы вы не домышляете. Он щит, говорит, защита. Щит не пробьешь. Ну, да. Дальше. Мне нравится Бэтмен. Какой? Подожди, вот это очень важный. Ну, нравится, что значит, какой? Трилогия Нолана, А, там несколько фильмов. Чувак, эти фильмы шли, когда мой дед пешком под стол ходил, был Бэтмен. Ну, вот этот, там где... Смотри, там где Бэтмен в рахульском костюме, там где Бэтмена играет вампир или там где Бэтмен нормальный? Ну, наверное, нормальный. По-моему, нормальный. Трилогия Нолана, которая. Да хрен знает. Чувак, ты сложные вопросы забираешь. Ну, в смысле? Там где Бэтмен... Там где они с Суперменом мочились. А, это... Ой, чувак, пожалуйста. Ну, как ты мог относиться к этому Бэтмену серьезно, когда он какой-то металлической херни одет? А в чем он должен быть одет? В латексном костюме. Дальше. В латексном костюме есть Спидермен. Спайдермен. Кстати, мультик охрененный. Ну, мультик неплохой. Вот новый тебе или старый? Я... Смотри, я не знаю, какой из них, какой. Я ни один не смотрел, по-моему. Но фоном... Но что тебе нравится? Но фоном мои дети смотрят просто и типа я посматриваю. Но опять же, такой экшн, типа это молодежная комедия, я бы сказал, которая тебя возвращает в те времена, когда ты со школы приходил, лепил себе бутеры с этим и садил... с маслом и сыром. И садился с кофе, смотрел какой-то, блин, какую-то парашу студенческую, там, америкоскую. Американский пирог охрененный, чувак. Не называй так, ты меня обижаешь. Кстати, американский пирог. Тебе не понравится. Так вот, возвращаясь к теме консоли... Блин, меня как-то пасху укусило, я теперь чешно. У меня тут роги растут, на ногах роги растут, везде роги растут. Это комары, блин, из-за погоды появились. Так вот, X-Box серия X-X... Ты их внимание забрал. Да, ты хоп. Look at me. Глазный контакт мы создали, по-моему, зрительный. Игза... Мне кажется, мы сегодня всрали видеоблог, чувак. И даже, мне кажется, что если мы сейчас остановим и все нахрен заново запишем, мы точно не сделаем хуже. Нет, мы себе еще больше копнем. А знаешь, что почему? Почему? А потому что Витя стратил тупо начало видеоблога. Витя просрал на человеке. у нас было идеальное начало, идеальное настроение. Была шутка гениальная. Там, где Витя руку в жопу засунул. И реально, ну, когда его в больницу повезли, и потом спросили, а как так получилось? И мы что-то вот... И реально, ну, оно у нас столько было круто все. Вот так вот все связалось. Влезло. А Витя такой, а я не записываю. Важная пометка, во время съемок этого влога ни одна жопа Витя не пострадала. Ну, не обязательно нужно пострадать от такого. Некоторые даже говорят, что это... Как бы знаю, I don't know. Я не сердце. What's up? Все, я спас видеоблог. Продолжай. Как это... Так скажем, разрядил обстановочку. Ой, Господи. Так, по поводу Xbox Series X все больше и больше появляется слуха в интернете по поводу младшей версии Xbox Series S, которая будет без дисковода, которая будет даже вроде короче в два раза, но при этом не сильно уступать в производительности старшей модели. И стоит она вроде бы будет около 200 долларов, что, как по мне, довольно нереально, учитывая то, что это все-таки консоль свежего, поколения старые консоли Xbox X и Xbox One S скорее всего подешевеют и будет продаваться плюс-минус в районе 200 долларов. Но чтобы совершенно новая консоль на новом железе стоила 200 баксов, это, как по мне, нереально, потому что затраты на разработку, затраты на железяки, на маркетинг, на продвижение, на элементарную доставку до магазина, это все в 200 долларов ты никак не вложишь. Вообще ни при каких расходах. Ну, смотри, на самом деле, тоже такая двоякая история. Я не думаю, что она будет стоить 200 долларов. Но по поводу того, что ты никак не вложишь, это чуть-чуть тоже история такая себе, потому что, по сути, если бы и Sony, и Microsoft занимались продажей только консоли, то они бы стоили дороже. Они сами по себе стоят дешево, ну, вот как железяки. Потому что прибыль идет на сервисах, на подписках, на играх тех же, там, на эксклюзивах. И это самая большая часть дохода. Это, как помнишь, если Amazon, когда выпускали, помнишь, очень успешно у них были смартфон, планшеты? Да, телефон очень классный. Очень классный. И тоже можно было бы сказать, ну, типа, как они продавали телефон себе в минус, да? Они как не продавали? Поэтому закрылись. Просто фишка с... Я к чему веду? Что там, потому что были сервисы, подписки все, просто никому было не надо, потому что эти же сервисы и подписки, как и в случае с Nokia Engage со временем, они есть и на других устройствах. И люди иногда хотят все-таки нормальный смартфон, а не смартфон задешево, но с сервисами. Вот, просто подобная ситуация была, например, с компанией Sony, когда они выпустили PlayStation 3, они же продавали ее в убыток себе. По факту. Потому что она была очень дорогой в производстве, и им пришлось действительно сильно урезать и возможности консоли, и цену, потому что она была не конкурент, в сравнении с Xbox 360. Тут же я сомневаюсь, что они будут продавать в минус себе, и я очень сомневаюсь, что на момент выхода Xbox Series X появится еще упрощенная версия, потому что по факту, это знаете, как, ну, грубо говоря, с выпуском новых айфонов. У тебя остаются предыдущие айфоны, которые ты можешь до сих пор еще продавать, на них еще будут выходить некоторые проекты, но с графикой немножечко попроще. Просто делаешь цену пониже, потому что производство уже налажено, все технологии отточены, особый затрат на это, никаких инвестиций на это вносить не нужно. Ты спокойно можешь продавать старые консоли, просто немножечко дешевле, и все равно зарабатывай с тех же сервисов и подписок. А вот если вы хотите топовую железяку, то берите Xbox Series X. Возможно, в дальнейшем действительно появится упрощенная версия, но на старте продаж, я думаю, если они выпустят Xbox Series S, она будет влиять на продажи Xbox Series X, а ей в борьбе с PlayStation 5 нужно как бы показать себя хорошо. А ты видел размеры PlayStation 5? Да, это похоже вот на... Ну вот мы обсуждали с тобой дизайн, и я не представлял, что она настолько большая. То есть она выглядит, это как ваза. Если вы раньше ее называли футуристичной, сейчас ее просто назову, подарить вазу. Она похожа на нелепую высотку, в центре Киева, вот этот парус. Вот такая же хейт, знаешь? Нет, чувак, давай я не в импарус нормальна высотка. Такие высотки как раз они красят. Класс. В историческом центре города достали головёв. Какой исторический центр, чувак, это даунтаун наш, считай. Знаешь, почему даунтаун называется даунтаун? Ты Кличко, хороший мэр Писка. Да, поехали дальше, чувак. Почему мэр называется Писка? Почему даунтаун... Почему даунтаун называется, ну бизнес-центры в Штатах назывались даунтаунами? Подожди, бизнес-центры называются. бизнес-центр не здание, а именно в городе, центральной части для бизнеса, называется Даунтаун. Почему? Потому что они жили в Аптауне. Это Вышгород. Отсылки к Вышгороду на то, что он лучший город. Кстати, на моем канале появился обзор Вышгорода. Города, в котором мы с Ромкой живем. И Саня здесь, и Витя недалеко. Все мечтают жить в Вышгороде. И я снял обзор Вышгорода. Заценили интеграцию, как только что было. Вообще это прикольно было. Я даже в Т как там Аптаун добавил, если что. Ты не знаешь, да, почему он там? Потому что раньше вся деловая культура сосредотачивалась возле портов в городах. Порт находились возле воды и низко. И естественно, из-за инфраструктуры всегда эта нижняя часть, она была бизнесовая. Там все жизнь кипела, рабочая, а жили все уже где-то там повыше. Но, естественно, с потоком времени все менялось. Сейчас уже города не так завязаны на реках, на океанах, на портах. То есть завязаны, конечно, есть портовые города, где это основная занятость. Но там тот же Нью-Йорк, он не так на этом завязан. И сейчас авиасообщение, грузовое сообщение, железнодорожное сообщение. Но чисто когда моде традиция, вне зависимости от того, внизу или вверху находится там бизнес-часть города, она все равно называется в штатах Даунтам. Вот так. Как мы к этому пришли, я уже забыл. Я тоже. Но, как-то мы пришли. Ааа, главное то, что XBOX 7. А, нет, но... Парус выглядит по-уродски, а площадь еще... Я говорю, что парус это когда он там в Киеве, да, да. И он и меня до сих пор паскуда какая-то... Такое впечатление, что продолжает кусать. Она сосет меня, блин. Я уже... Изнутри. Изнутри. Иззади. Можешь тингу читать, пока я рассказываю? Что было бы прикольно? Витя. Посреди бога Витя такой. Все хорошо, хозяин. Продолжай. Что ты несешь? Что ты, блин, несешь? Так вот. В городе Киеве есть уродливое здание. Это не то, которое ты назвал. Это здание, я сейчас не ругаюсь жестами. Я показываю здание, которое вот так выглядит. Это правда. Оно выглядит вот так. Это придется замазать. Да. Почему? Это здание. Либо вот так показать. Нет. Эти пальцы, они выглядят нормально. Понимаешь? Они так, так, так. То есть это небольшие пальцы. То есть если мы возьмем Skyline, вот это Skyline. Знаешь, что такое Skyline? Skyline это Nissan. Skyline это... Линия неба. Да. Линия горизонта. Горизонта. Ну типа города. И вот так нормально на Skyline, так нормально. То есть смотри, красивые дома стоят. Так вот. Ну, оно нормально. А потом у тебя есть... Тыц! Так трясутся руки. Мне стоит волноваться. Я сейчас показал вам основы градостроения. Скажем так. Как показать основы градостроения в одной руке? На пальцах одной руки. Теперь вы... Now you know, как говорится. Так вот. Есть Киев. Вы можете загуглить. Самое уродливое здание в Киеве. И покажешься дивизион. Я вас не обманываю. Вы увидите там просто на фотографии. Вот это. Это правда. Вы просто берете, смотрите фотографию. Подставляете себе вот средний палец. И сопоставляете это один в один. И вот именно так, как этот жест... Это уже не показываю, потому что сейчас я имел в виду именно то, что должен был показать. Всему городу, всей архитектуре выглядит это здание. А PlayStation, она вот ровно так же будет выглядеть дизайну вашего интерьера, скорее всего. Потому что, ладно, я думал себе, она какая-то... Ну, я думал, что она вот такая где-то, чувак. Ну, так. Ну, она вот такая. Она реально как ваза. То есть к ней надо и цветы вставить можно. Цветы вставлять. И поливать их, и прохладные будут водяной охлаждение. Ну, чувак, самое страшное, как она выглядит сбоку. Я до сих пор смотрю, это действительно пластиковая подставка. И это действительно, особенно с дисководом, это жирнющий такой пельмень, который просто разошелся, и мясо вылезло. И мама тебя бьет из-за того, что ты хреново закатал этот пельмень. И у тебя он стоит под телеком, и ты на нем играешь. Это такое дикухо вообще. Господи, прости. Еще оно стоит, скорее всего, по слухам, будет стоить 700 баксов. 700. Это уже много. Ты знаешь, я вот всегда слушаю, как всякие игровые журналисты обсуждают консоли. И всегда цифра есть там 400 и 500. То есть вот всегда в этих рамках продается консоль. И кто-то говорит, что ну это что, дорого? Или там, а будет дешевле, а будет дорожное. Ну, вообще это адекватная цена за классную железяку, которая будет несколько лет тебя радовать играми. Ну, то есть мне кажется, это нормально. А вот 700 даже я как-то подзадумался. Ну, типа... Ну, это странно. Мы привыкли к тому, что реально вот это. Ну, 300, 400, на 500 этот потолок. И как бы ты готов за это отдать. Ну, ладно, Nintendo Switch. Да. Здесь понятно. Там вообще нельзя покупать. А здесь как бы заплатить 700 долларов, чтобы испаскудить себе интерьер. Ну, такое себе. Но я как бы понимаю другую сторону, потому что железяки довольно-таки свежие. Производительность, рейтрейсинг, всякую графику пользователи хотят. При этом хотят это задешево. Это не совсем реально сделать. И за хорошую железяку, которую будут тащить всю эту графику, и будут оставаться актуальны несколько лет вперед, нужно будет заплатить. И поэтому я был бы рад, даже если Xbox Series X стоила не 400, а 500 долларов. Потому что я был бы уверен, что компания потратила максимальное количество средств на железяку, и она прослужит достаточно долго. Потому что чем дешевле консоль, тем мы понимаем, что она будет намного и намного проще. И проживет намного меньше срок. Я боюсь, что там какая-то пасху-тьяйца отложила. Да, они уже по венам разлетелись, чувак, уже в голове личинки полезли. Ну, просто так, или это лишай, или это яйца, типа. Стрягучий. Что? Четвероногий робот, чувак. Это, как по мне, офигенная штука, и нам надо такой в офис. Правда, он стоит очень дорого, поэтому у нас такого в офисе не будет. Но, к сожалению, ты прикинь, вот этот Boston Dynamics, вы по-любому видели вот робот-собаку, которого пихали, которого толкали, которого переворачивали, и мучили эти кожаные мешки, и теперь он обрел, как бы, свободу. Можно его выкупить из рабства за почти 75 тысяч долларов и пихать у себя дома, как бы. Прикинь, он тебе еще отвечает. Мне просто действительно, ну, на самом деле, это недорогая цена, учитывая, ну, то есть, вот, представляем себе, что ты айтишник, у которого получилось, а не, как мы с тобой, блогеры, и у тебя там есть, ну, нормальный доход. И для тебя 74 тысячи долларов, ты так думаешь, купить новую машину или, там, купить вторую машину, какую-то Tesla, да, или что-то совсем новое, тупо вот быть, ну, представь, ты в любой тусовке ты пришел с собакой, которую можно завести в здание в любом случае. Но кому-то это не напряг, только купить. Это какое-то будущее, но в данном случае, что эта вещь делает, объясни мне. Как? Ну, смотри, если ты садишь. Ну, вот серьезно, Толя. Ты можешь толкать, а она тебе ободнет в лоб. Нет, ты серьезно разбирался, что она делает? Она какие-то функции, она обладает какой-то функциональностью? Да. Например, эта штука умеет пасти овец вместо живой собаки. Серьезно? Да. Ты уверен, ну, типа, знаешь. Ну, это прикольно. Она помогала даже. В Украине, я думаю, что каждый второй пастух может позволить себе такую. Она также помогала в медицине, когда вот этот ковид был в США, его задействовали для сортировки пациентов вроде, как это происходило. Короче, то есть, эта тема не бесполезна. Эта штука не бесполезна, да, потому что у него есть радары, есть камеры, и она может переносить некоторые небольшие грузы на себя. Она может преодолевать довольно-таки сложные препятствия. А кататься на ней можно? Нет. А с санки она будет тянуть? Нет. Почему? Нет. Мне кажется, что можно. Не, она тоже будет. Варкопки можно в жопу ставить? Пожалуйста, слишком сегодня много. Это то, как я пытался начать этот флот без флота. Ну, чувак, я тебе говорю, вот жопа. Я вижу уже тюнинг ателье, где тебе сзади фаркоп, он должен быть лаконичным тридцем, как хвостик у Плюсика. И ты, короче, прицеп цепляешь. И тогда реально функциональность есть. Игорь, фас. Понимаешь, оно разъедется бедняжкой, как жавка будет отталкиваться. С просьбой убей меня. Может, я, конечно, далек от реальности, а его на лед ставили? Нет, на лед его я не видел, на самом деле. У него же резиновые небольшие такие подушечки есть, которые помогают удерживаться там на кафеле, на всем остальном. Но на лед я не видел, чтобы его ставили. Я видел, как люди над ним издеваются. Мне было его жалко, и теперь его можно выкупить. Ну, вот скажи, отчестно, тебе бы не страшно было вот такую хрень? Чувак, мне кажется, она может прийти ночью просто и тебя вот этими лапками так затоптать за все то, что на ней делали. Ты открываешь глаза утром, и тупо последнее, что ты видишь, так, да, над тобой этот стоит. Глаз такой светящийся, саурона, блин. И потом она знает, что делает? Она говорит, типа, прощай, или какую-то модную фразу говорит, потом пытается тебя убить, понимает, что у нее ничего, ни рта, ни пистолета, ничего. Она просто исходит с ума, чувак. Ладно. Это технический видеоблог. Технический видеоблог. Продолжаем. Чтобы вы поняли, что это технический видеоблог, я вам расскажу про новый смартфон от HTC. Мне кажется, эта штука меньше относится к технике, чем Павел в Киеве, чувак. Короче, HTC представили новые телефоны, которые называются Desire 20 Pro и U25G. Как ты думаешь, какой из них дороже? Вот давай ты. Мне кажется, U20 выходил очень давно. Какой из этих телефонов дороже? Desire 20 Pro или U25G? 5G. За 5G нужно больше еще доплачивать. А там же у нас... Ну почему? Ну, в Покафоне есть 5G. И там не надо доплачивать. Нет, но все равно из-за этого как бы цена его возросла. Возросла, да? Так вот ты прав. Как бы Pro-версия, она стоит 300 долларов, а U25G, но не Pro, стоит 640 долларов. 340 долларов за 5G. Snapdragon в U20G, Snapdragon 765G. И за это просят 640 долларов. Это еще до налогов. У нас это будет стоить долг... Ну, у нас это не будет стоить. Никто в здравом мире, никогда в жизни, блин, не купит это вообще, наверное, нигде. И даже в рекламном ролике все, что вы видите, это Тайвань. Это Taipei 101 и иероглифы. Понятно, что никуда они, скорее всего, не целятся с этим телефоном, но только нахрена они это, блин, держат. Мне кажется, вот начальник HTC встретился в баре с начальником LG, они напились Тархуна и такие сидят, тут и там делать. Давай выпустим на 700-ом Snapdragon, очень дорого. И вот это повыпускали. Ну что, одно, чувак, непонятно, что... У меня просто вопрос, почему компания... Это же не то, что Лев Атаба пустил телефон и обосрался, там, не разобрался или что. Ну как компании, тем более с таким прошлым, что LG, что HTC. Как вот это можно выпускать? Я бы слова не сказал. Стой это... 300 долларов за... Да даже 400 долларов, ладно, за вот этот 5G, если бы они с этим... 400 долларов, ладно, maybe, возможно, может быть, но все, нет, нет. Слушай, ну Desire, давай тогда вот это мы закроем вообще, а Desire 20 Pro вроде как неплохо. Snapdragon 665. Ну тоже, вот, блин, у нас в комментариях на сайте пишут, что пишут? Думаю, что, как всегда, HTC ценник за младшую модель в районе 300-500 долларов, а, это еще где не было цены, здесь пишут, что за эти деньги... Нормальные цены. Вот, тайваньцы решили выгодать китайский дизайн, но за эти деньги нормально. Нормальные цены, вы и дальше ходите со своими Xiaomi, пишет там человек. Ну блин, вот я, может, что-то не понимаю, но 300 долларов, ну неужели это нормально за смартфон? Ну, может и нормально, 5000 мАч, понимаем, есть быстрая зарядка, есть NFC, как бы, просто у меня... От него же несет немного трупным запахом от этого HTC. Дизайн, действительно, это не та HTC, вы должны же понять, что, если бы вот это все было в обертке старого HTC, помните, когда они показывали, там, тот же Legend, тот же там Hero, которые отличались и материалами, и дизайном, ты каждый их телефон брал, и ты понимал, что они хуже были, там, по производительности, они грелись, они по камере вообще сильно уступали Samsung, но ты брал в руки Galaxy S первого поколения, там, второго поколения, ну, второго, кстати, Galaxy S был еще плюс-минус нормальный, там, третьего поколения, четвертого, пятого, и брал HTC, там, Sensation XL, там, XE, металлический, да, да, M7, M8, M9, они все были вот какие-то, даже когда HTC уже умирал, но я помню, они даже заявляли, что мы делаем только в металле, и даже когда они делали не только в металле, а там One X был, по-моему, назывался, из поликарбоната, ну, это был такой поликарбонат, как у Nokia в те времена, когда она выпускала 15-20, там, 10-20, охрененно тактично, тактильно приятное устройство, и, главное, очень сильно отличающееся по дизайну, даже Desire Eye, который был там, типа, с фронтальной камерой на 13 мегапикселей, в то время, как у всех они были совсем маленькие, то есть, там была и основная, и фронтальная, типа, на 13, по-моему, мегапикселей, но они, на самом деле, отличались чуть-чуть, но все равно было прикольно, типа, крутой селфи-фон, и мы на него фоткали, ездили, даже инстамид делали, у нас даже был проект с HTC в те времена, прикинь, это были интересные устройства, хотя бы, ну, ты платил деньги за дизайн, за то, чтобы оно не выглядело, как у всех, что это, на что оно не похоже, оно похоже на все, и, как бы, слеплено не самым лучшим образом, сканер сзади, камеры каким-то дивным образом собраны в этот, блин, модуль. Но это дженерик, китайский, обычный дизайн. Да. Просто бюджетный. То есть, сегодня я смотрю на вот это, и у меня единственная мысль, которая есть, это то, что это же даже не HTC делает, это просто каталожное какую-то фигню взяли и написали на ней HTC, и, скорее всего, так оно и есть. На AliExpress заходит, хороший телефон, кожаный чехол, вот это вот все вбивают и получают, клеят туда HTC, и все хорошо. Короче, ну, жалко, мне очень жалко, и тем более, я же говорю, ладно, там, стой оно как-то неадекватно, Диошево, или еще, ну, как что-то, чтобы было ясно, понятно, знаете. А здесь 640 долларов за телефон со Snapdragon 765. Ну, понимаешь, HTC начали загибаться, на самом деле, еще во времена вот этого M7, M8, еще из-за того, что у них дизайнеры были прикольные, оболочка выглядела по-своему, но инженерия у них была под большим вопросом, потому что, не дай бог, с телефоном что-то происходило, даже если был какой-то заводской брак, телефон подлежал полной замене, потому что разобрать M7, либо M8 не представлялось возможным, он держался весь на клею. Крах произошел отчасти из-за этого, но они очень долго топили за свои камеры, ультрапиксельные, 4-мегапиксельные. Я помню, M7, это уже было такой звоночек, типа, что в M8 надо все срочно менять, потому что была еще аудитория лояльная, и даже была аудитория, которая в том еще поколении, типа, говорила, что нет, мегапиксель не самое главное, главное их размер, ну, типа, не количество, а размер. И это, на самом деле, правильная мысль, но всегда из крайности. Размер действительно важнее, чем их количество, но когда их количество 2, то вы не получите, типа, это знаете, как сказать, вот эти старые советские часы, они лучше, чем новые Apple Watch. Я, кстати, снял, и у меня перестало чесаться. У тебя, кажется, воздражение от Apple Watch. У меня, типа, действительно... У тебя в этой хрени, кажется, живет какой-то, не знаю... Я не исключаю. ...спрыфилис, чувак, убери эту штуку синюю от меня. Я только сейчас понял, что у меня на часах есть какая-то метка странная. Компании, которую я не хочу, чтобы здесь была. У меня Nike Edition. Чего к тебе пометили все? Такого хрена. Так смысл? Я ненавижу компанию Nike. А они делают очень хорошие. Надо царапать. Так вот, они тогда начали уже загибаться по чуть-чуть, но M7 был удачный во всем, кроме камеры. У него был шикарный корпус, у него был лучший звук, наверное. Да, хрена. Идеальный. У него был хороший экран, шикарная оболочка по тем временам, когда голый Android, ну, типа так еще был. Куча функций и всего прочего. Экран был классный. Но в M8, во-первых, было две большие проблемы. Первая из них, ну, про сборку и разборку, это уже потом стало понятно. Первая проблема, это тот же ультрапиксель, который они вообще ничего не сделали. И был просто парадокс какой-то, потому что ультрапиксель был 4-мегапиксельный, а фронталка была 5-мегапиксельный. И они еще, по-моему, присрали второй модуль. Да, второй модуль для размытия заднего фона. Ну, как бы сегодня нам грех, наверное, жаловаться на это, когда каждый второй это делает. Но, тем не менее, камера была бестолковой. А самое главное, что ситуация тогда так сложилась, что к этому всему добавился еще и чип Snapdragon 810, или 20-й, по-моему, был, да тогда? Да, нет, 810-й. 810-й. И он, если вы не помните, он славился тем, что он был дохрена горячим. Он троттлил, как паскуда, в любой ситуации. Как MacBook. Этот, MacBook, этот не троттлил. Листаешь экранчик, и он троттлит. Он тупо тормозить начало греться нереально. Он просто разогревался в твоих руках от любой игры до нереальных пределов. И я помню, что тогда даже эта проблема была как бы не HTC вроде, с одной стороны, потому что сложилось так, что у Qualcomm получился плохой топовый процессор. Это реально провальный был процессор. Но тогда даже такие бренды, которые еще были тогда на вершине или развивались как LG, они выпустили свои флагманские устройства. Это был LG, если не ошибаюсь, G3. Если не ошибаюсь. Не на 810-м, а на 808-м. Да, 808-м. Потому что тогда выпустила Qualcomm типа чуть-чуть упрощенную, зарезанную версию, но которая не троттлила. Вот, короче, такая... На 808-м отваливалась материнка вся. Ну, LG. Это именно LG, да. Да. На 808-м. Короче, вот такая грустная история. Еще появился слух, очень довольно-таки странный, что iOS переназовут в iPhone OS, как это было изначально. Было бы прикольно. Зачем? Ну, вернее, не так. Я не скажу, что это плохо. То есть у Apple есть что-то явно плохое. Кстати, я хочу, на чем сделать акцент. Ты ничего в этой новости не заметил? Да я заметил, да. Вот. Что ты заметил? Я вот заметил. Что? А говори, что вот кто написал? Да. Просто у нас назад к истокам начинается. У нас был Дмитрий Кухишев, наш редактор замечательный, и который писал статьи. И когда год назад у нас началась небольшая перетрубация в компании, так скажем, мы сокращали все, что можно. Подносце. Да. И, к сожалению, были вынуждены с некоторыми поставить сотрудничество на паузу, потому что не было возможности платить деньги. Сегодня мы подумали, что минимум какой-то бюджет, но хотелось бы вот с людьми, которые до сих пор к нам лояльны, которые с нами очень давно, возвращать. И у нас еще один автор появился на сайте. Спасибо ему большое, потому что все равно он, по сути, жертвует своим временем и делает это как энтузиаст, потому что прибыль там минимальна. Но круто, что еще больше контента будет становиться на сайте, поэтому обязательно приходите, поддерживайте авторов. Я там пишу, Рома там пишет. Нет, Рома пока что не пишет, хотя обещал давно уже. А нет, один материал он написал крутой, про OBS. И, кстати, его можно почитать, здесь без шуток. Он сделал развернутый материал про то, как начать стримить. Что? Нет, все хорошо. Ты его удалил? Ты его украл? Нечего. Мы делаем обзоры, и там охрененное обсуждение. Вот мне прямо сейчас нравится все, что мы делаем по поводу сайта. Но касательно iPhone OS, Apple часто делает что-то такое, что нам непонятно. к примеру, хотя тоже, помнишь, мы гнали на то, что если они iPhone SE 2 назовут не SE 2, а iPhone 9, будет печаль. Они так не назвали. Но вот с iPad'ами, к примеру, не все так понятно. Потому что был The New iPad, потом просто iPad. Я сейчас уже запутался. Какой из них тоже? Где? Есть. такой момент, что даже я, кроме iPad Pro, я сейчас не понимаю. Ну, я могу вспомнить, что да, mini, наверное, по-моему, пятый, последний. Или восьмой. В iPad, есть обычный iPad 6, 9,7? Ну, вроде как есть. Есть обычный. Есть Air? Нет. Да, нет. Я не знаю. Наверное, нет. Pro, у нас есть, какие Pro? 10, нет, 11 и 12,7. Ну, короче, с неймингом чуть-чуть есть проблемы. В случае с iPhone OS, как бы, во-первых, она была изначально такой, а во-вторых, ты же понимаешь, почему так сделано? Потому что появился iPad OS. И iOS, это как бы было всегда, присуществование iPad'ов, общее. И для iPad'ов, и для iPhone'ов. А сейчас получилось, что iOS как бы осталось, и оно тоже общее. ну, типа, для iPad'ов еще iPad OS. И они сейчас чуть-чуть это дифференцируют сильнее, поэтому будет iPhone OS, Watch OS, Mac OS, и iPad OS. Извините, вам сейчас было больно. И они просто дифференцируют. Мне кажется, что это логичнее, чем иметь отдельно iOS, iPad OS, Watch OS, или Mac OS. Я хотел привести небольшую параллель, но понял, что как бы я подпылю многим пятые точки, поэтому просто не буду. И скажу, что вот эти вот переназвания, как бы они ситуация не влияют. Главное добавлять какие-то новые фишки. Но особо они ни на что не влияют. Нам плевать, как оно будет называться. Нет, но если бы меня спросили, я вот скажу, что это более логично. Петровка, либо Почайно, давай. Это более логично, чем iOS сейчас. Почему? Я же говорю, потому что сегодня есть Watch OS, а не iOS. Есть Mac OS, а не что-то еще. То есть название продукта есть в операционке. Есть iPad OS, есть iOS. То есть им надо было или iOS для планшетов не переименовывать, но они ее достаточно сильно изменили, для того, чтобы она называлась уже более, не такой как бы и мобильной уже, но еще и не такой десктопной. Ну вот это вот переназывание, как бы все это разделение IOS на iPad OS, Watch OS и все остальное, это нужно по факту разрабов, разрабам, каким-то там инженерам, которые все это придумывают название и техноблоггерам. 100%. Прокупателям нахрен оно не надо, это 100%. Apple. Да, и в этом плане вообще все должно быть все равно хуже, хуже, когда проблема начинается с названием какого-то продукта, потому что ты приходишь в магазин, дайте iPad, какой? Охрен его знает. а здесь все совсем оффик. Смотри, есть iPad Pro, есть iPad Pro, есть iPad 6, есть iPad Air 3, есть iPad Mini 5. Ладно, я проиграл, я не знал, что есть Air 3. есть iPad 7. iPad 7. iPad Air 4. Че, мне кажется, что просто вот iPad Mini 5, iPad 7, iPad Pro. А что это? Это просто ошибка. Точно? 100%. Нет iPad 7, был Nexus 7. iPad 10. iPad 10. Может, это 9,7. Я ничего. 9,7 был. Я не понимаю, как ничего в этой жизни, поэтому... Ладненько. Я не знаю, вы поняли или нет, но если серьезно, новостей на неделе было очень немного, поэтому рассказывали про то, что было. А вот вопросы вы нам, я надеюсь, позадавали, и сейчас мы на них поотвечаем. И пока отвечаем, я еще пару слов хотел бы сказать касательно Pocophone 2. Вы уже, наверное, видели обзор, если не видели, обязательно зацените на кедре. И мнение о Pocophone разделилось в интернете довольно-таки сильно, из-за того, что Pocophone это, по факту, перелицованный другой телефон Xiaomi, K30, по-моему, или как-то так он называется, потому что у Xiaomi тоже этих телефонов просто пруд-пругий. И все ожидали, что Pocophone это топ за свои деньги, и как бы мы должны получить максимум производительности, за минимум цену, а все, что другое, если другое, что-то компания примет, выпустит, то мы это, безусловно, не примем, и обвиним компанию в том, что она хочет на нас просто заработать. Но по факту, Xiaomi выпустила Pocophone F2 Pro, который является неплохим, конкурентным, актуальным, трендовым флагманом от китайского бренда за нормальные деньги. Он не лучший в своем сегменте, но у него есть, что предложить. У него есть неплохие камеры, у него есть нормальные материалы корпуса, ведь если мы вспомним Pocophone 1, вот у меня немного пригорело, когда все начали гореть по поводу Pocophone F2 Pro. И я такой думаю, блин, вот получу этот телефон и действительно взял бы в руки и такой, фу, трендовый корпус, фу, это стекло, фу, эти премиальные вот эти вот материалы корпуса, эти много камеры, где пластик, где несуразный дизайн, где хреновая IPS-матрица, а потом такой, что? Зачем это мне надо? Мне нужна нормальная матрица, мне нужна AMOLED. Я хочу трендовый корпус, я хочу нормальные материалы, я хочу какой-то прикольный дизайн, я хочу какие-то фишечки получать. И понятное дело, что за минимальную сумму мне это никто уже давным-давно не даст. Компания Xiaomi и Pocophone плюс-минус уже известны, им не нужно вновь выходить на рынок, они уже находятся на рынке, именно поэтому они могут себе позволить продавать следующее устройство немножко дороже. Да, к сожалению, топ за свои деньги ушел от нас, но, попользовавшись этим телефоном, я действительно понял, что труба на самом деле неплохая. Да, за ней не будут гнаться, да, это не такое громкое имя, как, например, OnePlus, потому что вот OnePlus это топ, а вот Pocophone это пока что-то непонятное, но это вполне себе конкурентный телефон, поэтому не горите. Я предвещаю под обзором много горений по поводу того, что а, продался или еще что-то, нет, я выразил свое мнение, попользовавшись этим телефоном практически две недели, и, признаться честно, он мне вполне понравился. Итак, вопрос с сайта первый. Первый вопрос, Артем. Да, вы в последних влогах, подкастах много говорили про вознождение новых MacBook. Я, как пользователь 13-ти дюймового MacBook 17-го года, нагрев замечаю нечасто, когда действительно запущено много всего для работы. При этом час, знаете, нагрев кратковременно, быстро проходит и меня это не напрягает. Сколько не писал Витя все это время? Да ешь, пердешь, опять второй раз. Витя! Вышел в окно! Чувак, тупо... Ты не приходил. Лучший момент из-за влога. Ну, как так можно? Передумывая, что Витя с рукой в этот, это не очень-то и плохая идея. Мне кажется, руки оттуда так и не... Да, кстати, да, мне кажется, что... Врачи не справились с этой ситуацией. Врачи такие же оказались. Ой, Господи. Я уже не буду, как дурачок, второй раз это делать. Да все, до этого момента вставишь просто с этого звук, с камеры, потому что я манал. Так вот, сейчас вы говорите, что с охлаждением новых Air накосячили, я понимаю, не понимаю, почему вы говорите, что и в прошках 13-юнях тоже плохо с охлаждением. Apple что-то изменили в конфигурации по сравнению с 17-м годом. Просто я планирую свой обновить на модель 20-го года, модификацию, которая с 10-м поколением процессора. Хотелось бы узнать ваше мнение относительно именно 13-юдюймовых ноутов, так как рассматриваю только их. Понимаю, что 16-юдюймовая модель это действительно ультимативное решение, но я хочу только маленькую 13-шку, но при этом производительную графику не настолько принадлеждаем. Я реально видео монтирую редко для домашнего архива. Я написал ему ответ. Это кроме про прошки, я не в курсе про 13-юймовые. И дальше ему другой, а этот же человек отвечает, а давайте проверим, отвечает ли Рома на комментарии. Мы проверили, Рома не отвечает на комментарии. Отвечает. И во влоге причем, чтобы точно дошло к получателю. И услышали все. По поводу прошика 20-го года на 10-м поколении, 13-дюймовых, особенно в каких-то жирных комплектациях, не надо. Не надо их брать, если у нас... Почему открыт карт-слот? Я испугался только, чтобы и не пишем нифига. Извините, простите, ладно, пишем. Так, вот. Меня ёкает, извини. Воспоминания такие вьетнамские флешбеки накрывают. Как Витя не нажал, фокус уехал, звук не записался, файлы побились. Кобриолет купился. Так, вот. Касательно тренажек. Брать их в каких-то жирных комплектациях совершенно не стоит, потому что тренажки 20-го года на 10-м поколении процессоров, особенно в каком... Вон там i7, например, если взять, они не... Да даже на i5, они не предназначены для длительных, серьезных задач. Например, если вы просто там по фотошопите одну фотографию, закройте, либо там, не знаю, откройте файллкат и закройте, либо какой-то пример. Это окей. Но если вы что-то начинаете рендерить, что-то, не знаю, кодите, проектируете, создаете какую-то модель, или у вас серьезная обработка фотографий с кучей слоев, то ваше устройство начинает дико разыгрываться. Не так быстро, как это происходит с Air, который постоянно, практически, на 100 градусов. но и у прошки происходит то же самое, нагрев, потихонечку, потихонечку, до 100, до 98, там доходит и на этом уровне держится. Из-за этого производительность этого чипа, который сам по себе неплох, 10 поколение, которое встроено в новую макбуке, оно классное, у него куча возможностей, довольно производительные ядра, но реализовать всю эту мощь вы, к сожалению, не можете, из-за того, что охлаждение, которое использовано в этой прошке, оно не справляется с нагревом чипа и, к сожалению, производительности вы толком не получаете. Вы платите за дорогущую топовую версию в кастоме, но толку от нее вообще нет. Именно поэтому я рекомендовал, если вам нужно какое-то производительное устройство, возьмите 16 в базе, потому что она стоит тех же денег, что 13 в какой-то жирной комплектации, при этом предоставляет вам намного лучшую производительность, лучшее охлаждение и со всех сторон, с какой ни подойти, 16 будет лучшим выбором, чем 13. Нашка. Дальше, вопрос от, вернее не вопрос, а комментарий от Виктора Драмлавера, Драмлавера, на сайте пишет, пришел с Ютьюба, не поленился и зарегался тут, 5 звезд и комменты ставил, спасибо за вашу работу. Вот это я прям понимаю. Тру аудитория наша, которая на сайт пришла и комментирует. Спасибо. Также Goodman пишет на сайте, был такой выпуск очень давно про задротские вечера в студии, там еще то ли Саша, то ли еще кто-то ходил и рассказывал, как подготавливал места и будет ли еще такие, ты спросил, на поиграть? Я думаю, скорее всего идет речь о братюне гейминг-найтах, но, к сожалению, Сашка у нас танкист, я у нас синглплеерный любитель, а Витя играет в героя 3, он еще остался в том же возрасте пятиклассник, ничего в сетево времени не поменялось. Поэтому как бы братюне гейминг-найтах в каких-то локальных в ближайшее время мы не планируем проводить, но мы же стримимим. Но онлайн и онлайн у нас будет. У нас будет. Да, я не так давно стримил севсив с димасом, там было как раз-таки две камеры завел, мы с ним немножко пообщались по тренгере. Также планирую еще со стасоном тоже завести веб-камеру, чтобы вы комфортно смотрели стримчатский. И мы с ним поговорим, поиграем в какую-то игрушечку. По факту это такой, знаете, уменьшенный онлайн-вариант братюня гейминг-найт, там где друзьяшки сели и в что-то погамали. И если будет вообще что-то мультиплеерное, и если мы соберем много людей, то устроим может какой-то массовый такой онлайн гейминг-найт. Вот как-то так. У меня есть теория, я думаю, что она даже доказана в какой-то вселенной, но, что яркие автомобили реже попадают в глупый ДТП. Ну, глупый ДТП, как по мне... Чаще попадают в голдыбе. Глупый ДТП, что это те, которые ты там стоишь на светофоре, в тебя там кто-то въехал в жопу, потому что завтыкал или еще... Так потому что сверху на джинни пронесется машина настоящая, понимаешь? Ты на этой игрушечной хрени зеленой по желтой, извини, в универсале подъезжаешь и аварийная ситуация, и хшух, если бы была нормальная машина, она вообще попала. А так ты внизу так именно... Шух! И заселился, понимаешь? И никто не заметил все хорошо и все в безопасности. Давай думай, еще тебя гаражный, ты можешь за собой ее завосить сюда и ставить. Ну, чувак, когда у меня был смарт истебался, теперь у тебя мелкая машина, даже не машина, машина ты не зовешь. Да! Задавай вопрос, давай. О! Добрый! Роман Якопчук пишет. Добрый день! Роман, расскажите об опыте использования лучшего в мире автомобиля Магана. Я говорю, что он очень классный. А также об опыте использования розовой сумки BlackPack. Саш, ну не обижайся. Та иди в жопу все. Ты меня достал просто. Он пошел в твиттер писать. Достал! Джим, ненормальная машина! Отстаньте от меня! Она нормальная! Не трогайся, меня хватит! Мы в жилом доме работаем, пожалуйста. Чувак, в жилом доме, я тебе скажу первый раз. Знаешь, почему тебя охранник не пускал? Да потому что я его попросил не пускать тебя. Нет. Ты ему пообещал просто на свои ручные машинки его покатать. И вот такой, ладно, я не пущу. Так вот, пишет, значит, Роман Якопчук. Роман, расскажите об опыте использования розовой сумки BlackPack. Она предназначена больше для велосипедов, но я как понимаю, что она ни разу не использовалась по прямому назначению. Ой, как хорошо стало. Вопрос, подходит ли она вам, или же вы бы предпочли городскую бананку всего той же фирмы? Будет интересно услышать мнение не от велосипедиста и, возможно, где-то ее поругать. Спасибо, хороший выходник. Вообще, язично поругаю. Вообще, вообще, язично поругаю. Так вот, сумка отличная. Не, ну, серьезно. Она, это велосипедная действительно, сумка на велике, она ни разу у меня не висела, я ее ношу с собой. Она больше, чем типичные городские бананки, что некоторым может доставить неудобство. Например, на девочке данная розовая сумка будет больше, чем девочка. На мужике она нормальная, типа, по размеру она как раз то, что надо. В нее влазит практически все, что я хотел. Я вот, когда мы выбирались на природу, я туда напихал пауэрбэнок, зарядок проводового и всего остального, никаких проблем с этим нет. Единственное, что это розовый цвет. На природе даже просто я положил на травинку, я поднимаю, песок на ней видно, какие-то пятна на ней видно, если вы брызнули даже водой кока-колой, на ней это все видно, на это яркий цвет. Тут как бы без этого никак. Но ее без проблем можно постирать и по идее раздеться она не должна, потому что швы действительно качественные и все с этим хорошо. Но, вот этот влагозащитный механизм, вот этот, вот этот, молния влагозащищенная, иногда довольно-таки туго открывается. Потому что она влагозащищенная. Короче, хорошо ты задал этот вопрос. Вы первые, я даже не знаю, вышло видео это или нет, скорее всего еще нет, но вы первые видите новую версию бананки. Это даже не сити, это более компактная бананка. Для девочек. Обычная, скажем так. Но, при этом она дохрена вместительная из кучи органайзеров. Есть фронтальный кармашек, она в куче цветов также есть. Вот этот мне прям очень нравится цвет, но будут и разные другие, будут и стандартные, просто черные. Здесь у нас есть желтая подкладочка, для того, чтобы не терять какие-то предметы. Есть органайзеры с сеточкой, чтобы ничего тоже внутри не просралось. И даже потайной кармашек. Мне однажды в этой сумке деньги прислали, и я не досчитался. И потом чувак говорит, ищи лучшее. Я понял, что они там есть, и здесь еще один кармашек. Короче, вот эта вот сумка поступит в продажу очень скоро, всего по цене 35 долларов. В любом свете. Это охрененно. Это столько же, сколько докан, которые тупо несравнимо хуже, потому что там ткань Оксфорда, здесь Кордура. Эту ткань, сумку вернее, знаешь, как тестируют? Вот так вот продевали через, ну, реально не буду говорить, плотного человека. Упитанного. Очень упитанного. Подтянутого. Вот так вот поднимали вдвоем. И тупо таскают за лямки. Он на две части разваливался, а сумка целая. Не, ну это реально прикольно. Она очень качественная, друзья. То есть, вот за что, за что, за качество, за ее эргономичность вообще переживать не стоит. Ну, и это, естественно, наша сумка. Здесь написано It's a good bag с моим логотипчиком by Black Pack. Так что, если хотите поддержать, очень скоро на канале будет видео про эту сумку. И даже несколько, я думаю, мы разыграем. касательно вот этой розовой Black Pack, у меня аж демо, грубо говоря, образец из-за того, что лямки немного отличаются. Сейчас в лямках, насколько я понимаю, там есть еще дополнительные такие кармашки. Не, у тебя Lite-версия, в ней без кармашков. Все, тогда я понял, потому что Саня что-то мне пытался объяснить, я так понял, что у меня какие-то не те. Есть Pro-версия с кармашками, не Pro-версия, а обычная регулярная версия с кармашками, а это мы сделали более доступную, без рюкзака внутри, без этого. То есть, это чисто бананка для велосипеда и как бананка. Но на лето она мне очень понравилась, потому что шортики все в основном носят вот эти тряпичные, туда даже если телефон ты положишь, идешь, и он пытается у тебя куда-то выпрыгнуть. А сюда накинул, и она реально мне понравилась. My Glass пишет, платите ли вы налоги, что думаете? Нет. Чувак, пожалуйста, ты тупо портишь видеоблог отвечать, а возможно и нам жизнь. Вот, если кто-то вырежет, верните паспорт, верните паспорт, помогите, мы не платим налоги, то, понимаешь, я оператору еще в жопу руку ставлю. И мучим оператора. Чувак, я тебя доплатил, понятно, делал. А что это? Попашут, понятно, когда приходят бумажки за газ, и я сижу в углу, просто и жду, когда придут взрослые и помогут разобраться с этой проблемой. Я это тоже так делаю. Я ничего не плачу здесь, пока не придут, отключать, и я говорю, я вас ждал, берите. Дайте денежку, дяденьки. Мы платим все налоги, мы тупо самая честная, чистая компания, которую не за что тупо схватить, вот тупо не за что. Все наши проекты, которые у нас есть, два, они идут через ФОП, через ТОП, у нас все оплачено. Мы для себя выбрали путь чистый, пусть где-то, возможно, не дозарабатывать, хотя это нельзя назвать не дозарабатывать, мы просто зарабатываем в рамках этого государства, вот и все. Но мы все налоги платим. Дальше. Есть вопрос от Алекс Каледа, мне не совсем по гаджетам. Подскажите, какой руль используешь в последнее время на своих велосипедах, туристический бранд, чуть развернутый, вроде как с Бомбтрека. Можно ли приобрести отдельно от велосипеда? Можно. Есть такие рули от Бомбтрек, от Сальца, это одни и те же рули, делаются на одной и той же фабрике. Есть совершенно разные форматы этих рулей. У меня самые длинные, самые развернутые, потому что я люблю завешивать руль, я люблю широкие для лучшего контроля, я люблю два хвата, и нижние, которые развернутые, и верхние вот так. Ну, короче, я рули показывал при сборке Сальцы, мы собирали как раз с рулем Сальцы. Ну, и при сборке этого Прайда, на котором я сейчас катаюсь, там руль с Бомбтрека, точно такой же, можете посмотреть. Дальше. Вопрос интересный, достаточно сложный, наверное, Саша Ковальт спрашивает, по вашему мнению, может ли человек винить в своих жизненных неудачах то, что ему неправильно, что его неправильно воспитали, то есть, тех, кто его воспитывал? Ведь человек с детства как чистый лист, и какие характеристики и качества в него заложат, таким человеком он в будущем будет, скорее всего. Но, что сказать? Я, конечно, очень сложный морально-этический вопрос, потому что мы никогда не можем знать, в какой ситуации там находились те или иные люди, которые воспитывали детей, и есть какие-то случаи, скажем так, объяснимые, есть случаи необъяснимые. Ну, к примеру, если родители всю жизнь бухали, и при этом завели ребенка, и никак его не воспитали, конечно же, виноваты родители. И я за то, чтобы прощать, конечно, людей, когда ты в здравом возрасте, то есть не держать всю жизнь обиду, но если обращаться к родителям, я бы сказал, вы дебилы. Вот я, я вот так отношусь к людям, которые иду, я вижу, там идет девушка, вот здесь дочку держит за руку, а здесь идет курит. Я иду, и мне тупо злит. То же самое про парней, я считаю, это неправильное воспитание, потому что ты можешь курить, ты взрослый человек, но ты, я думаю, что даешь себе что-то, что это вредная привычка. И твой ребенок вырастет и будет делать так же. Это слабый человек. Нет, ну типа, это вообще никак не относится. Чувак, смотри. Это я просто как пример говорю. А вот говоря про воспитание, я считаю, что, естественно, родители несут самую важную и большую ответственность за то, как воспитать ребенка. Я никогда не злюсь на ребенка, но мы же злимся на людей, которые там что-то делают не так, которые ведут себя как по-дэгански и так далее. Но по сути, скорее всего, его так просто воспитали или родители, или в обществе, в котором он вырос, потому что родители не должным образом занимались. Я вырос, на самом деле, в не самом лучшем обществе и окружении. Вокруг меня происходило столько трэша, но из-за того, что воспитывали меня родители очень хорошо, скажем так, то есть они не упускали эти моменты, я от этого общества как бы всегда был абстрагирован, хотя меня не наказывали ни за что. Я ни разу жизнь не курил, но при этом, если бы я начал курить, меня бы родители не били бы. Понимаете? Но я точно знал, что это делать нельзя, это неправильно. И я сейчас никого не осуждаю, это ваше личное решение. Но вот мои родители меня так воспитали, что мне не надо было ходить и рассказывать, что ты знаешь, курить это плохо. У меня со мной разговоров даже таких не было, я просто знал, что это плохо. И вот я считаю, что во всем, как вы воспитали ребенка, вести себя в магазине, устраивать истерики, не устраивать, потом как он вырастет, как он в социуме будет себя вести, как он будет уделять время учебе, как он будет относиться к другим людям, там парень к девушке или девушка к парням. Это все напитывается от того, как ребенок изучил вас. То есть как учебник, когда он жил с вами в семье. Я уверен, что мои дети изучают меня и мою жену. И честно говоря, я рад тому, что они учатся. Мы не идеальная пара, далеко, но я знаю, что мои дети будут любить спорт и им уже заниматься. Я знаю, что они будут социально активными, потому что я таким являюсь. Я знаю, что они будут уважать старших, они будут уважать других людей, они относятся с уважением к какому-то личному пространству, они никогда не побегут там у кого-то что-то брать или... Ну вот такие вещи. Но при этом, если вы являетесь пострадавшим от, грубо говоря, плохого воспитания, вам я не могу по каким-то морально-этическим принципам сказать, да, вы должны злиться на своих родителей, это они виноваты. Поэтому здесь очень двоякая ситуация. Мы не знаем, в какой ситуации были родители. Ведь они могли день и ночь батрачить, чтобы заработать хоть какие-то копейки, чтобы вы могли выжить, в принципе. То есть, бывают же всякие ситуации в жизни. И они не обеспечили вам того должного внимания, возможно, которое необходимо было, или обучение. Но они все равно делали это как бы для того, чтобы вы были человеком, грубо говоря. Поэтому я не могу вникать обобщенно в какие-то ситуации, что если вы там не знаете английского, это точно проблема ваших родителей. Это как бы да, но причина этого она может быть совершенно типа как понятной, так и непонятной. Да. Да. Я просто сейчас это все обдумал, то, что ты говоришь. И я понимаю, что в воспитании, например, какого-то ребенка нет какого-то универсального сценария, как правильно воспитать ребенка, потому что все дети различаются. И я прекрасно понимаю, вот я хотел сказать, что плохое воспитание или вот это вот все, если человек получился хреновым, то скорее всего виноват воспитание. это не совсем правильная вещь, потому что человек сам в ответе за себя. И меня очень злит, когда к детям относятся, он к детям, он же шмалик, его не понимает, да они все понимают. Понимаете, я в 6 лет понимал, что где-то я напаскудил, где-то я какую-то фигню сделал и прикидывался то, что я не понимаю. Но я это понимал. Но опять-таки, я понимаю, что не все дети это понимают. Мои родители не прав здесь. Ты понимал это почему? Потому что кто тебе, кто-то тебе сказал, что это неправильно. Сори, вот я просто хотел сказать, что особо в воспитании родителей на меня не повлияло, потому что мне никогда не ставили никакие рамки. Мне отец, либо мама, говорили, что правильно, что неправильно, но не навязывали, то делай так, либо не так. Они говорили, ну это по нашему мнению, неправильно. Но ты как бы самостоятельный человек, ты сам решаешь за это все. Мне никогда там не кричали, не знаю, не били, ничего такого не происходило. Но понимаешь, у меня по факту была свобода. Это лучшее воспитание. Но эта свобода некоторым людям может навредить. Потому что у меня были, там, не знаю, знакомые в школе, у которых была тоже свобода, но на них там немного там забивали, может, или еще что-то, или они чувствовали себя недолюбленные, либо им не хватало внимания, и за это у них появлялись комплексы. Они начинали учудить, влазить в какие-то ситуации, привлечь внимание своих родителей. Ты очень частично сейчас начинаешь копаться в типа жизнь. Есть такие люди, есть такие характеристики. Да, ты понимаешь, что... Я говорю в целом про воспитание. Кому-то надо больше свобода, кому-то меньше, кому-то надо прямо сказать. Ответа нет. Нет. Некоторые люди плохие из-за воспитания. Некоторые люди плохие, потому что они такие. Не, а вот здесь я не согласен. Почему? Ну, потому что человек, вот представим себе, что есть условно-то какая-то ситуация. Есть преступники или пьяницы. Вот родители, которые постоянно дерутся и бухают. И они залетают и рождают ребенка. Да. И если этот ребенок вырастает с ними, он растет, и что он видит? Постоянное насилие, постоянно как люди бухают. Он еще не знает, как может быть по-другому. Он растет и думает, что это значит нормально. И он вырастает в этой... Мы сейчас же не живем в лесу. Он-то видит, как происходит элементарно по телевизору, либо как у знакомых. Возможно, где-то, если он живет очень далеко и у знакомых то же самое происходит, то, возможно, он считает это за норму. Но у него есть два варианта. Либо принять это, либо возненавидеть своих родителей и никогда таким родителям не станет. Это когда он вырастает. Если он вырос, он уже в каком-то осознанном возрасте. Ребенок до трех лет, он вообще никаких решений не принимает. Он, ну, грубо, ну, серьезно, он формируется. И до этого момента формируется его характер на основе того, с кем он проводит больше всего времени. Но, а с другой стороны, если этого же ребенка забрали сразу же куда-то на попечительство другим адекватным родителям, условно, потому что они его били, условно, это не какая-то реальная история, все выдумано. Хотя такое, по-моему, происходит. То этот ребенок уже с самого начала формируется совершенно другим. И он вообще никак не вырастет, скорее всего. Конечно, мы сейчас не лезем в гены, там, в какое-то... Но он воспитан был совершенно по-другому. Это простые принципы. Если ребенок родился в Украине, но с первого же дня он живет в Германии и слушает только немецкий язык, он первый язык, который он выучит, будет немецким. Это будет его нейтив язык. Понимаешь? То есть это в любом случае является воспитанием и есть вещи, которые мы обязаны вкладывать. Это потом уже, когда ты говоришь в 6 лет. Ну, конечно, в 6 лет ты понимаешь. Я в 6 лет уже деньги зарабатываю. Просто элементарный пример. Это именно в заводе. В заводе. Это пример, как бы, из моей семьи. То, что у меня сестра бабушки, у нее был один родной сын, но она до этого, как бы, взяла из дома другого, потому что, ну, думали, что детей не могли завести. Взяли буквально там разницу, ну, в год у них получилось, или около того, или полтора года разницы между этими детьми, но потом получилось завести. И два мальчика в семье. Никогда никому не говорили, что там приемный, неприемный, и никогда вообще даже подозрений не было. И они росли прекрасно. Я, грубо говоря, видел, в каком они воспитании росли, в какой семье. Я прекрасно знаю эту семью. Я там постоянно тусил, там, на летних каникулах. И понимаешь, они совершенно разные, в том плане, их воспитывали одинаково, им вкладывали в голову одинаково. Они входили в один и тот же класс. У них все было поровну и одинаково, и к ним относились одинаково, потому что, ну, я прекрасно знаю бабушку Зину. Но один вырос, грубо говоря, человеком, который очень сильно любил алкоголь, и у него просто жизнь этим и закончилась. А второй уехал в Дубае, перевез туда свою семью, сейчас работает в нефтедобывающей компании. но здесь уже, одинаковые. Это уже выросли. И одинаковые. И принимаешь, здесь, конечно, человек в определенный момент, он начинает все решения принимать сам. И ты понимаешь, то есть тут от воспитания, как бы, ну, генетика все-таки тоже не только в основном. человек конкретно задавал, ну, я, насколько понимаю вопрос, что я бы вот сегодня, если бы меня спросили, хотел бы, чтобы родители меня насильно отдали учить английский язык. Я бы сказал да. Вот сейчас я бы сказал да. Вот я об этом говорю. Упрекаю ли я их за что-то? Вот с другой, даже хороший пример скажу. Радовался ли я, что они меня в музыкальную школу отдали? Нет, я это ненавидел. Но сейчас я радуюсь этому? Да, я радуюсь. Я радуюсь, что я умею играть, я в этом как-то душу изливаю. И вот об этом, скорее всего, вопрос. А ты уже сейчас полез, воспитание очень важно. И дальше уже, конечно, жизнь может повернуться совершенно кардинально. Но чаще всего, мне кажется, то, что в человека заложили, и как родители его воспитали, оно с ним сохраняется на всю жизнь. Хотя, естественно, частичные случаи бывают. не туда попал, не то в течение обстоятельств, ну, куча всяких нюансов. Я думаю, все зависит от человека непосредственно. Обвинять кого-то, это неправильно, нужно обвинять себя. Так, ладно, тест спрашивает, б.у. макбук или дешевый виндовый ноутбук? Я взял бы себе, ну, все понимают, что я взял бы б.у. макбук. Дальше, вопрос, citizen, вернее, говорит просто тебе, как бы, Рома говорит, опыт эксплуатации iPhone SE можно публиковать. Да, точно? Уверен, да? Хорошо, я подумал. И последний вопрос, большой достаточно, от Sarato Kanda. Привет, Кедр. Как думаете, есть ли надежда, что Realme выпустят убийцу, есть ли надежда на Realme, что они выпустят убийцу флагманов во второй половине года? Слухи про Xiaomi Mi 10 с 12-кратным зумом? Аналог Huawei, блин, тяжело читать комментарии, где очень тяжело, все разделено по смыслу. Короче, Рома, скорее вернуть паспорт, Роме. Это самое главное. Саша, что скажет, значит, это, во-первых, про 10-кратные, там, 12-кратные зума в Mi 10 Pro, если такое будет, не одним же зумом, надо понимать, что все работает, потому что, вон, Samsung сделали, сколько получается, там, 100-кратный, не оптический, оптический у них, там, они заявили, сколько, 5-кратный, хотя, на самом деле, там, 4-кратный, реализация плохая, и можно сделать 12-кратный зум, который будет гибридный, к примеру, потому что сегодня, там, только 10-кратный, я знаю, есть по максимуму, или, там, с сильными искажениями по краям, и так далее, то есть, ну, это надо тестировать, но, чем больше будет хороших камер, тем лучше будет для всех, а вот по поводу, есть ли надежда, да, блин, надежда, как бы, есть всегда, но, мы про это уже говорили, что, если компания выпускает убийцу флагмана, в плане, дешевый флагманский смартфон, то это в этом поколении так, а в следующем, скорее всего, это уже будет дорогой смартфон, как и в случае с Покофоном. И с Realme не получится такое, скорее всего, из-за того, что 865-й снэп довольно-таки дорогой, из-за этого, Они уже выпустили на нем смартфон. этот же, Poco X2, ой, Poco, господи, Realme X2 Pro, который ты тестировал. это старый. Да, это на предыдущем, и его цена обусловлена тем, что у него предыдущая версия, как бы процессора. Новая, новая версия этого телефона, она будет дороже, из-за того, что 865-й снэп довольно-таки дорогой, именно поэтому Pocofon F2 Pro, господи, эти названия идиотские. И стоит, как бы, не особо дешево, потому что чип довольно дорогой. 530 долларов стоит X50, он уже давно представлен, и его нельзя назвать убийцей флагманов, прям совсем, потому что эта цена нормальная, но при этом мы понимаем, что здесь топовое железо, топовый процессор, но дисплей там 90 Гц, а не 120 Гц, аккумулятор 4200, а не 5000, к примеру. То есть, все равно к чему-то уже предолбаться можно, ну и цена не прямо такая, чтобы вот сказать, самый-самый дешевый, хотя это нормальная цена. Хорошо, что послушать, что посмотреть, мне Витя посоветовал на этой неделе сериал, который называется Удивительная миссис мейзл, кто-то его советовал, кстати, из вас в комментариях. Мы начали смотреться, на недочке, нам капец понравилось. Сериал о чем? Сериал про такую идеальную, скажем так, со стороны семью, но где девушка такая вся из себя идеальная, она прям там, муж засыпает, она по ночам идет к зеркалу, наводит на лице там всякие маски и такое, чтобы для мужа выглядеть в любых раскладах идеально, во всем ему типа помогает, а муж значит, он сотрудник компании какой-то, но при этом старается стать комиком, но у него не особо получается, он там в каких-то пабах выступает, и где-то, где-то чуть смешно, где-то обсырается, а она ему всегда помогает, а давай там пишет какие-то сценарии, и в итоге после очередного провала, который из-за нее как бы произошел, потому что она посоветовала ему сделать там одно, а он сделал, у него не получилось, он говорит, все, я от тебя ухожу, ты короче, и вот она на таком, это все в первой серии прямо сразу происходит, поэтому это развязка, просто чтобы вы, ну, знали, возможно вас заинтересует, и она начинает, типа она спонтанно, просто набухавшись, отчаянно начинает травить шутки, ну и короче, у нее походу получается достаточно хорошо, и самое главное, что сериал интересный, нестандартный по сюжету, очень красиво снят, недешевый сериал, и я скажу, что точно не проходной, я уже досматриваю первый сезон, мне очень нравится пока что, и могу посоветовать легко. По сериалам лично я ничего не смотрел, я иногда одним глазом засыпал под этого чувака, который делал обзор Нивы, который очень много ругается, он капец какой. Нивынов? Не, другого ты, ай, 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 тебе твоя тот, пошел, как это можно было сделать, мне нравится, как он горит, и я под него просто, знаешь, меня в боюте ведь немножечко, а касательно музыки, вышел, наверное, уже последний альбом, Lil Peepa, потому что чувака, с нами уже нет больше двух лет, если не ошибаюсь, и в нем собрались все, наверное, одни, одни из самых топовых демок, которые появились за все это время в интернете, они официально в альбомах не были представлены, но они собрались в этом альбоме, назван он Cry Baby, и довольно-таки, вот, крутые треки, очень депрессивные, конечно, треки, в стиле Lil Peepa, но очень крутые, советую послушать. А я посоветую один трек послушать, я подсел на эту неделю... Баркенштерн и Элджей, Кадиллак. На один трек я подсел на эту неделю, вот это тот случай, когда, у меня уже давно такого не было, когда тупо одну песню ты тупо за дыр затираешь. Кадиллак. Саша, она в жилье не едет. Значит, у Нормаджин вышел альбом в 2019 году, который называется All Hail, и я про него уже, по-моему, рассказывал. Интересный альбомчик. Нормаджин вот такая, это не метал-кор группа, это, я даже не знаю, как ее назвать. Они как бы скримят чуть-чуть, гроулят, но в основном поют. Поют. Да, и песня, я вот советую вам и весь альбом послушать, но хотя бы зацените песню, которая называется Анна. Давай. Анна, а ты хочешь послушать, да? Ну да, ну ты сказал, давайте послушаем, и ты такой... Ну, нас просто забанят. Охрененная песня. Действительно, если выключат, забанят. Все забанят? Ну, чувак, уже забанят. Хватит, 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 хватит. Действительно поют. Да! И вот так красиво, а ну делай. Котелак, это нам, котелак, делать деньги, 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 прям вот так. Я, хорошим, что не разбираюсь в том, что Рома сейчас рассказал вам, потому что мне было бы стыдно. Чувак, нет, ты это слушаешь. Алёна, Алёна, Моркенштерн. Джей. Ладно, нет, это все жуткий. Паспорт у Саши нет, моего. Кто хотел сказать, что ты тупишь? Видишь, сказал, но Джимни не машина. Все, всем спасибо, что было с нами в этом сумбурном влоге. Это был, но очень странный был. Давай все-таки теперь обсудим. Нет, Джимнин цены машины, чувак. Паспорт нет, влияние, нет, все, как бы паспорт отдан, но нет, поэтому все, я свободен, как Добби. Сносочек. Полный привод. Чувак, это игрушечная. Ну ладно, хорошо, полный привод, допустим, давай. В чем ее игрушечность? Она маленькая, незаметная. Ну то есть маленькая. Ее можно перепутать с моделькой машины. Она маленькая, она выше, чем твоя? Нет. Ну чувак, это ее метр просто приподнимает. Она выше, чем твоя, она много. Ну допустим, ну чувак, в салоне там помещается один человек посередине. В салоне она вместительнее, чем твоя. И ты сидишь вот так вот посередине. Сзади там места больше намного. Нет, у меня больше сзади места. У меня багажник есть. У тебя в багажнике сидушки. Если я сидушки в багажник поставлю, у меня тоже шестиместная машина будет. Я тебе так скажу. У меня багажник, у которых есть? Нет. Просто он маленький. Чувак, он у тебя на месте. Но у меня на крыше есть багажник еще. Вот именно, да. А у тебя можно поставить на крышу? На крыше нет. У меня крыша снимается. У тебя бракованная, приварили ее к кузову. Дальше. У меня есть. У тебя тентовой крыши нет? Нет. А это прикольно. В таком джипчике это охрененно, что когда ты можешь снять там крышу. У меня зато на крыше есть кухня, спальное место. Я могу спать в машине. Ну как бы, я тоже могу спать в машине, если порваюсь. Мы все можем спать. Я с метром 85 могу спать в полный рост, на идеально ровной кровати удобной и высыпаться тупо как дома. Но зато тебя трясет на каждой кочке. Нет. Я уверен, чувак. Мне Витя об этом сказал. Он ездил в машине, сказал, что она жесткая, просто как взял. О чем Витя слушает? Как можно ездить на этой машине? Витя купил так ножи горло, как у тебя. Как просто. Она на каждой кочке, каждый камешек подпрыгивает, этот джинни улетает куда-то. Трясет вот так. Смотри, во-первых, еще тканевый салончик. Это нелегковой автомобиль. Соответственно, естественно, его больше подкидывает, чем твою. Но он зато проедет где угодно, у него неразрезные мосты. Чувак, я тоже машинку возьму, она проедет где угодно. Вот так. Да, расскажи, как ты проехал где угодно. А, подожди, и ты, и Витя. Чувак. Когда мы выехали, только едет, асфальт, асфальт, асфальт. Ладно, давай здесь запаркуемся. Чувак, я уверен, что Джимни там бы твой закопался. Я тебе зуб даю, чувак. Он бы вот так, тупо сейчас едем, сейчас едем. Нет, давай так. Мы сейчас едем. Вы на своей, на двоих. Нет, у него... Не я туда. Мы заезжаем, мы заезжаем, но только я вас не вытаскиваю. Чувак, я уже туда не поеду. У нас осталось по одному шансу сдать назад и не спалить степление. Все, чувак, мы туда не поедем. Я читал этот вопрос про Меган, я хотел похвалить твою машину. И это тот случай, когда машина вроде неплохая, но владельцы, люди такие вот. Да, люди хорошие. Ты и не будешь хвалить машину, потому что не хочешь с этим ассоциировать себя, вот эту вот, как-то регене. Он все хреноводов, он обидел. Объясняюсь, если не все.